Лук, уважаемые председатели, лук, уважаемые коллеги, гости. На самом деле, мне досталась самая легкая роль в сегодняшнем марафоне, потому что на самом деле это будет повторение того всего, что мы сегодня слышали. Ну, как напоминание, как итог, как резюме, наверное. Я хотела осветить тему гипоксия, посредованная иммуносупрессия и реиндукция иммунного ответа в опухолем микрокружении. В настоящее время известно, что в опухолем микрокружении создается ситуация, которая характеризуется как гипоксия. И вот наличие гипоксии, оно определяет многие механизмы, о которых мы сегодня слышали. Мы слышали и слушали о элиминации опухолевых клеток, о иммуноредактировании, то есть о равновесии и об уклонении опухолевых клеток. Это одна точка зрения. Есть вторая точка зрения, что есть элиминация и есть уклонение. То есть здесь можно рассматривать, не привязываясь к каким-то формулировкам. То есть все исследования, которые мы проводим, надо рассматривать с различных точек зрения. Да, элиминация и да, уклонение. То, что касается равновесия, очень тонкий лед, но на него можно обращать внимание, его можно изучать. Но ключевым является предотвращение уклонения от иммунного контроля, от иммунного надзора и изучение тех механизмов, которые позволяют элиминировать опухолевые клетки. То есть есть ключевые моменты вот этих двух ключевых краевых ситуаций, которые возникают при опухолевом росте. В настоящее время оценивается иммуногенность микроокружения опухоли. И эта иммуногенность может быть, точнее, опухоль микроокружения может быть иммуногенным. И в ситуации, когда это микроокружение иммуногенное, мы здесь можем наблюдать антиген-специфические ответы CD8 токсических клеток. И можем наблюдать антиген-неспецифические ответы, которые формируются в опухолевом микроокружении. И слабая иммуногенность опухолевого микроокружения предполагает отсутствие или снижение антиген-специфических ответов. Здесь мы видим все те коингибирующие сигнальные молекулы, о которых сегодня столько было уделено времени. И включается антиген-специфические ответы, которые также играют важную роль в элиминации опухолевых клеток. Но вот такая иммуногенность считается слабой, недостаточной. Требуется антиген-специфические ответы для элиминации опухолевых клеток. Опухоли микроокружения сегодня рассматривались с разных точек зрения. И важная роль отводится трансформирующему фактору роста бета, который блокирует и цитотоксические лимфоциты, и НК клетки. Способствует увеличению количества иммобилизации Т-регуляторных лимфоцитов. И те воздействия, которые оказывают на опухоли микроокружения, возможно активировать цитотоксические СИИ-8 клетки. Активировать НК клетки и попытаться, так скажем, элиминировать разными путями трансформирующий фактор роста бета. Или, скажем, воздействие цитотоксических клеток, эффекторных клеток на опухолевые клетки приведет к уменьшению опухолевой массы, к уменьшению продукции опухолевыми клетками, трансформирующего ростового фактора бета. И снижение роли Т-регуляторных лимфоцитов. Поэтому в разных исследованиях показано увеличение Т-регуляторных клеток, снижение различных данных. Это все зависит от той терапии, которую получают наши пациенты. И гипоксия, которая создается в опухоли микроокружении, конечно же, она создается опухолевыми клетками, стромальными клетками, клетками иммунной системы. И создается вот такое иммунологическое состояние, когда наблюдается мобилизация миелоидных предшественников, созревание их, так скажем, в макрофаге второго типа. И есть сопопуляция миелоидных предшественников, супрессоров, которые в норме у здорового человека играют важную роль в дифференцировке грануцитарного ростка. Но вот эти предшественники в организме пациента с опухолью, они мигрируют в опухоль, играют иммуносупрессирующую роль. Важную роль играют в иммуносупрессии и фибробласты, которые также поддерживают опухолевый рост. И снижается активация НК клеток, увеличивается активность террегуляторных лимфоцитов. И миелоидные супрессорные клетки играют очень важную роль в равновесии, или точнее в уклонении опухоли от иммунного надзора. Противоопухоли и иммунитет, мы знаем, главные ключевые компоненты, которые регулируют и осуществляют противоопухоли и иммунные реакции. И иммуносупрессорные факторы, которые и клеточные, и их продукты, и их цитокины, и те цитокины, которые продуцируют опухолевые клетки, и клетки иммунной системы, и клетки стромы, играют несомненную роль в уклонении опухоли от иммунного надзора. Вот целый, так скажем, каскад различных процессов, которые наблюдаются в опухолевом микроокружении. Различными авторами изучаются определенные составляющие опухолевого микроокружения. Мы в настоящее время сосредоточились все-таки на двух ключевых моментах. Это противоопухолевый иммунный ответ, те компоненты, которые его реализуют, и уклонение от опухолевого, от иммунного надзора. Важным является сейчас составляющая концепции континуума иммунной системы. Это врожденный иммунитет, это факторы врожденного иммунитета, которые играют важную роль в реализации противоопухолевого иммунного ответа. И у пациента, у которого уже наблюдается диссиминированный опухолевый процесс, нет возможности хирургического лечения. Такой пациент, конечно же, получает лучевую терапию, химиотерапию, которая оказывает воздействие на опухолевые клетки, разрушая опухолевые клетки, именно те клетки, которые находятся в соответствующем цикле клеточного деления. В это время активируются клетки иммунной системы, мобилизуется выход Т-лимфоцитов с гамма-дельта-Т-клеточным рецептором. Продукция ими интерлекина 17-го. То есть включаются механизмы иммунного ответа в процессе химиотерапии, в процессе лучевой терапии. И важную роль в таких процессах, конечно же, играют дендритные клетки, активация дендритными клетками рецепторов, которые способствуют активации Т-лимфоцитов. И в этот момент очень важно подключить иммуномодулирующие препараты. Препараты, которые могут способствовать развитию противоопухолевого иммунного ответа, активации лимфоцитов-эффекторов. Концепция континуума иммунной системы также предполагает модуляцию иммунного ответа в процессе химиотерапии, лучевой терапии, неспецифическими факторами, которые повышают активность эффекторных клеток и контролируют синергизм, который возникает при проведении специфического лечения, направленного на опухолевые клетки, цитотоксического воздействия, химиотерапии, ночевой терапии. И вот этот синергизм повышает активность эффекторных клеток в определенный момент. И вот это повышение функции, роли эффекторных клеток, для этого необходимо использовать различные факторы. Это и вакцинотерапия, это и ингибиторы контрольных точек, и цитокины, и все то, о чем мы с вами говорили. Иммунноудаляция опухолевого микроокружения в настоящее время изучается в зависимости от химиопрепаратов. Какие химиопрепараты оказывают в большей степени воздействие и на опухоль, и на клетки иммунной системы. Очень важная роль отводится к химиопрепаратам, которые оказывают воздействие на клетки иммунной системы. И в настоящее время показано, что низкие дозы антиангиогенной терапии, их химиопрепаратов, они оказывают воздействие на опухолевое микроокружение, нормализуя его. И мы видим на данном слайде, что в процессе иммуносупрессии в опухолевом микроокружении высокие дозы, они способствуют дальнейшему усилению иммуносупрессии в опухолевом микроокружении. Потому что мы знаем, что цикл химиотерапии предполагает определенные промежутки перерыва, то есть это циклы, циклами происходит лечение. И химиопрепараты – это яды, они приводят к тому, что ослабевает иммунная система. Пациенты не могут получить ту дозу, которая рассчитана именно на ту опухолевую массу, которая есть у данного пациента. И такая ситуация высоких доз, тех стандартных доз, которые используются для лечения наших пациентов, способствует тому, что у нас увеличивается количество М2-подобных опухолеассоцированных макрофагов, снижается эффекторная функция Т-лимфоцитов. Низкие дозы восстанавливают, нормализуют опухоли микроокружения и увеличивают эффекторную функцию Т-лимфоцитов, функцию макрофагов подобных клеток первого типа. Как же регулируем активацию Т-клеток в настоящее время? Что есть в нашем распоряжении? В нашем распоряжении в настоящее время есть зарегистрированные препараты, о которых сегодня говорили. Это препараты, направленные и на CTLA-4 рецептор, ингибирующие сигналы на PD-1, на PD-L1, то есть на те молекулы, которые при связывании с моноклональными антителами этих рецепторов и элегантов происходит активация иммунной системы. Но в экспериментальных исследованиях, в настоящее время, в клинических исследованиях точнее, находится огромное количество препаратов. И вы здесь видите, это и препараты, направленные на ЛАГ-1 и на ТИМ-3. Это выраженные иммуноглобулиновые семейства рецепторов, которые ингибируют и супрессируют иммунный ответ, то есть вызывают иммуносупрессию опухоли в микроокружении, снижают активность и блокируют активность эффекторных Т-лимфоцитов, которые направлены на опухоль. Это и СИДИ-40, и СИДИ-40Л, очень интересные исследования, которые в настоящее время проводятся в клинических исследованиях, и ОКС-40, и другие рецепторы. Регуляция активации Т-клеток опухоли в микроокружении предполагает, как я уже сказала, связывание ингибирующих рецепторов, коингибирующих рецепторов или их легантов, или же активацию костимулирующих сигналов, то есть два разнонаправленных процесса, которые приводят к активации клеток иммунной системы, к активации цитоксических Т-лимфоцитов, к достижению определенного баланса эффекторных СИДИ-8 лимфоцитов и Т-регуляторных лимфоцитов. Иммуномодулирующая опухоли в микроокружении или иммуномодуляция опухоли в микроокружении предполагает определенный баланс провоспалительных и антивоспалительных процессов. И кроме, так скажем, воздействия стандартной химиотерапии, воздействия цитокинов, таргетных препаратов, чекпоинтов, необходимо также использовать на определенных этапах лечения наших пациентов клеточную терапию. Не только стимуляция иммунного ответа или, скажем, поддержание иммунного ответа, необходимо еще и пополнение клеток иммунной системы в виде клеточной терапии, в том числе и НК-клеток. Очень интересные исследования в настоящее время проводятся с НК-клетками и с опухолевыми клетками. В верхней части слайда мы видим с вами взаимодействие НК-клеток с нормальными клетками. Мы видим, что КИР-рецепторы не включаются, они не распознают в нормальных клетках АШЛА-антигены. И эти процессы включаются при распознавании опухолевых антигенов, при экспрессии АШЛА-антигена, который также играет важную роль, ключевую роль в элиминации опухолевых клеток. И НК-клетки продуцируют гранзимы А, Б, перфорины. Мы видим взаимодействие интерферона гамма, ТНФ-альфа и других цитокинов, которые позволяют привести опухолевые клетки к апоптозу и гибели. Какие же возможны модели ответа опухоли на иммуномоделирующую терапию? Скажем, диаграммы, которые иллюстрируют ответы на эпилемумаб у отдельных пациентов с распространенной меланомой. Мы видим, что начало терапии может привести к эффекту, и такие пациенты получали химиотерапию, то есть пациенты уже, так скажем, получали определенное цитоксическое воздействие на опухолевые клетки. Может быть начало терапии и рост опухоли, а в дальнейшем уже по времени, во временном интервале, снижение, уменьшение опухолевой массы. Могут быть ответы, когда уменьшение опухолевой массы и резкое увеличение опухолевой массы. И такие пациенты, так скажем, в данный момент оцениваются как прогрессирование заболевания. Но в силу различных клинических ситуаций пациент может не получать лечение. И мы видим, что у таких пациентов развивается отсроченный противоопухолевый иммунный ответ. Может быть начало терапии общая опухолевая масса, мы здесь видим синим, обозначено. Исходные размеры опухолевой массы, новые очаги. И мы видим, что отсроченно мы получаем клинический эффект у данных пациентов. В нашем отделении, в нашем институте зарегистрированы различные случаи, клинические случаи ответа на чекпоинты, на вакцинотерапию, на иммуномодулирующую терапию. И здесь представлено псевдопрогрессирование при терапии эпилемумабом. Пациент получал лечение в марте 2013 года. Мы здесь видим с вами опухолевые очаги. Июнь 2013 года мы видим увеличение опухолевой массы. И в октябре 2015 года практически значительное уменьшение опухолевой массы. Важным является реиндукция иммунного ответа в опухолевом микроокружении. И мы видим, что дендритные клетки в качестве вакцинных препаратов, специфические антитела, НК, клетки врожденного иммунитета, Т-хелперы первого типа и H17, молекулы главного комплекса гистосовместимости, Т-клетки памяти, эффекторные клетки памяти, является очень важными ключевыми элементами, оказывает иммуномодулирующее воздействие на опухолевое микроокружение. Они являются основными ключевыми фигурами в этом ответе. Да, регуляторные клетки присутствуют. Миллоидные супрессорные клетки присутствуют, потому что у пациента есть опухоль. Есть продукция опухолевыми клетками различных иммуносупрессирующих факторов. И воздействие на эту ситуацию различными иммуномодулирующими агентами подавления продукции Т-регуляторных лимфоцитов или миилоидных супрессорных клеток возможно с проведением химиотерапии, таргетной терапии. Препараты, которые направлены на коингибирующие сигналы на CTLA4, на PD-1-L, на цитостатики. Лимфатический узел до вакцинотерапии. Видим положительное окрашивание опухолевых клеток на меланомные антигены в левой части слайда и на мелан-А в правой части слайда. Это было до лечения. После лечения мы видели, что уменьшился лимфатический узел, но он сохраняется, длительное время сохраняется. И с разрешения пациента сделана биопсия этого лимфатического узла. И мы видим лимфоидную инфильтрацию опухолевого очага, который сохраняется как очаг. Это можно оценивать как стабилизацию заболевания, но не полный регресс. И при окрашивании на общий ликоцитарный антиген мы видим, точнее окрашивание на мелан-А, на МИТВ, антигены, которые характерны для меланомы, не были обнаружены, но были обнаружены экспрессия общий ликоцитарного антигена. То есть это лимфоцитарная инфильтрация. Мы видим это гистологический препарат. И видим подтверждение иммуногистохимического заключения. Я бы хотела сказать, что нарушения в работе иммунной системы возможны. Мы это знаем, мы это видим. В настоящее время мы можем утверждать, что они универсальны для различных типов опухоли. Это не характерно для определенного типа опухоли. Многоступенчатость и изменчивость иммунной системы позволяют преодолеть гетерогенность злокачественного образования. То есть воздействие, такое комплексное, комбинированное воздействие на опухоль, на иммунную систему позволяет преодолеть гетерогенность злокачественного образования. Я бы хотела сказать слова благодарности пациентам, участникам клинических исследований, коллегам отделения химиотерапии и инновационных технологий, отделения, которое возглавляет доктор наук Светлана Анатольевна Проценко, она сегодня тоже представляла свой доклад, свои результаты, и организаторам онкологического форума «Белой ночи-2016». И огромное спасибо коллегам, которые выполняют эту работу в тех условиях, которые в настоящее время позволяют изучать и опухоли микроокружения, и изучать, так скажем, культивировать опухолевые клетки, проводить сортировку этих клеток, изучать все те цитокины, все те факторы, которые участвуют в реализации противопухолевого иммунного ответа и в реализации уклонения опухоли от иммунного контроля. Спасибо. Спасибо, Ирина Александровна. Вопросы к накладчику? Это вам заключительное слово. Глубково уважаемые коллеги, глубоковажаемые председатели, которые сегодня проводили заседание секции, гости, у нас есть гости из Германии, другие гости, которые в настоящее время кто-то отбыл Мариинский театр, кто-то в Ремитаж, кто-то, так скажем, готовится отбыть вообще в ресторан. Я хочу сказать огромное спасибо, всем спасибо. Действительно такая насыщенная программа, которая, наверное, общими усилиями продвинула нас сегодня в каком-то направлении. Вы прослушали очень интересные доклады, я не буду выделять отдельные доклады, но некоторые, так скажем, доклады оказались для онкологов вообще общеобразовательнее. Мы о некоторых компонентах, которые составляют очень важную составляющую нашего организма, очень мало знаем. Мы не знаем про тромбоциты. Я всегда знала, что тромбоциты – это не клетки. Если нет ядра, какая же это клетка, да? То есть они, не развиваясь в этом направлении, нас сегодня, так скажем, образовали. Точно так же про базофилы, точно так же про новые конструкции дендритноклеточных вакцин и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо всем огромное. Уважаемые коллеги, организаторы обещают нам сделать фуршет или ресторан. Желающие все могут пока остаться в зале. Будем ждать организаторов. Спасибо. И я еще хотела сказать, уважаемые коллеги, Завтра в 12 часов предполагается встреча в отделе онкоиммунологии в поселке Песочный, в институте онкологии. Поэтому все желающие могут подъехать в институт онкологии и ознакомиться с теми технологиями, которые у нас развиваются. И мы планируем обсудить проект устава ассоциации, которая еще не имеет названия конкретного, но она связана с тем, что уже подписан, или точнее прошел в третьем чтении законопроект о клеточных технологиях. Конечно же, он будет подписан. Поэтому хотелось бы, он несовершенен, и хотелось бы, так скажем, обсудить эту сторону вопроса, выслушать или услышать ваши пожелания, приложить частичку своего труда. Поэтому все приглашаются, все желающие приглашаются к 12 часам в отдел онкоиммунологии Института онкологии Песочный. Спасибо.